Давайте элементарно объясню. Почему я вообще считаю, что человек должен уметь быть мультитескинг? Что такое мультитескинг? То есть человек должен уметь торговать все. Вы должны понимать одну вещь, что на рынке периодически бывает затишье и по сути дела рынок там никуда не идет, либо если идет, то идет очень-очень тяжело. Если вы, например, посмотрите вот этот кусок или, например, вот этот кусок, то вы увидите, что рынок иногда там на месяц может зависнуть в каком-то очень узеньком рейндже, из которого вы ничего не вытащите. Поэтому говорить, например, я там торгую только криптовалютой, или я торгую только форекс, или я торгую там Америку, или фьючерс, или еще что-то. Это, по крайней мере, ну не совсем правильно, потому что рынок периодически тусует колоду, и вам может достаться любая другая карта. Как только вы видите вот такие вот бары, при том в разные стороны, вы понимаете, что у вас будет на коротком таймфрейме тоже разносить. Посмотрите внимательно, вот вам показано. Вас на коротком таймфрейме разнесут вот эти бары по 2 доллара. Вы никогда в жизни такой стоп не сможете выдержать. Вы должны понимать, когда вы торгуете какой-то из инструментов, что у каждого инструмента есть определенные особенности. У нефти есть тоже свои особенности. Нефть нужно торговать только возле сильных уровней. Раз. Нефть нужно торговать только на затухание волатильности, и тогда вы действительно сможете отторговывать. Вы говорили, что входите в сделки на 5 минутки и час таймфрейм. Скажите, пожалуйста, какие точки подтверждения вы на этих таймфреймах используете? Первое. Уровень не должен быть распилен. Раз. Второе. Нефть должна показывать действительно, что в инструменте есть либо очень сильное накопление, либо уровень очень сильно подтверждается. Два. Третье. Не должно быть глубоких откатов. То есть если в другом инструменте от моей точки входа произошел глубокий откат, инструмент обратно возвращается к этой точке, я заходить не буду. Но обычно это простые пробойные сделки. Самое главное, чтобы я понимал, что в рынке есть энергия.